Такси Мы привыкли пользоваться такси во имя экономии времени, во имя комфорта и спокойствия. Под него не нужно попросту подстраиваться, как под расписание общественного транспорта. Вам не придется ехать целый час, при этом ехать стоя, стоя рядом, лицом к лицу, с бацильным, чахоточным, кашляющим, да еще и с перегаром, личностью в кавычках. А среди людей не автовладельцев еще бытует мнение, что такси дешевле собственного автомобиля. Ведь тогда тебе попросту не придется платить налоги, заправляться, платить за стоянку и всячески обслуживать свой автомобиль. А такси, ни тебе хлопот, ни забот, еще и дешевле. Или нет? Показал годовую эксплуатацию Hyundai Solaris. На минуточку это 500 тысяч тенге. Изначально я думал начать эксперимент с 1 февраля, но так как месяц короткий, соответственно, проще начать сегодня, 22 января, и закончить весь эксперимент 22 уже февраля. И каждую свою поездку с этого дня я буду записывать и считать как поездку на такси. Вот сейчас мне уже надо ехать в транспортную компанию, чтобы забирать груз. Это значит, что сейчас я еще просчитаю стоимость поездки на такси. А, есть еще небольшой нюанс, потому что некоторые, кстати, моменты поездки, они как бы необязательны. То есть можно туда добраться будет как бы на такси, но можно будет и пешком. Но я буду просчитывать два варианта, как будто я туда поехал как на такси и так же как добрался пешком. Потому что бывают слишком короткие расстояния, а автомобиль тебя уже избаловал. И ты уже туда добираешься просто по умолчанию на автомобиль, когда он у тебя есть. В ходе подсчета стоимости эксплуатации Hyundai Solaris за год я получил 500 тысяч тенге. Ежедневно это получается 1400 тенге. То есть просто у вас есть автомобиль, соответственно, будьте готовы 1400 ежедневно заплатить. Но в месяц это в пересчете получается 42 тысяч тенге. На 42 тысяч тенге, я так прикинул, это неплохо можно на такси поездить. Таким образом, через месяц станет ясно, вот эти вот 42 тысяч тенге, которые тратятся ежемесячно на Solaris, выгодно ли их платить? Если, к примеру, месячные поездки на такси будут стоить в районе 30 тысяч тенге, в принципе, я согласен. Да, переплатить эти 10-12 тысяч тенге, но зато ездить на своем личном автомобиле, просто ты, это комфортно, удобно, ты сел, поехал, именно куда захотел и когда захотел. Но если поездки на такси будут стоить в районе 17-20 тысяч тенге, что вдвое меньше месячной стоимости эксплуатации автомобиля, то, конечно, наверное, от автомобиля будет проще отказаться и ездить на такси. Вот сейчас я и начинаю свой подсчет. Месяц пошел. Так, ну и на начало эксперимента, считаю, будет правильно отметить пробег автомобиля 49-178, все, мы стартовали, подсчитаем, сколько накатаем за месяц и подсчитаем, сколько будет обходиться такси. Так, друзья, все, я построил маршрут, соответственно, вот тут автомобиль подать 2 минуты, соответственно, меня забирают и везут на точку назначения. Стоимость эконома 490 тенге. Просто вот 490 тенге, это приехать на точку назначения, а еще мне надо будет забрать там груз и вернуться обратно. И хочу здесь уже отметить то, что дополнительно, когда водитель открывает багажник, ты туда закидываешь какой-то груз, это плюс еще 200 тенге. Представляете? То есть, на сегодняшний день вот эта первая моя поездка будет стоить 490 тенге добраться до пункта назначения и обратно плюс 200, 690. Так, ну что, у нас уже 10 февраля, продолжается работа, продолжаются все так же доставки и каждый раз, когда происходит какая-то доставка, я считаю, естественно, еду на Солярисе, но при этом просчитываю, сколько этот маршрут будет стоить на такси, чтобы все было по-честному на самом деле. Вот сейчас была доставка, это дом Катаева 133, находится не так далеко, допустим, от моей работы, и сюда я приехал на Солярисе, обратно еду также на Солярисе, но, к примеру, если считать такси, то сюда бы такси было заложено, то есть клиент всегда оплачивает доставку на такси, и то есть сюда можно было бы добраться на такси, а отсюда я вполне могу добраться пешком до дома, до работы, то есть еще одно такси я уже закладывать не буду. Одно такси вот считается, но оно будет оплачено получается, а второе уже как бы, то есть не каждую поездку я еще считаю, я высчитываю то, как бы я на самом деле поступал, если бы я ездил, ну вот, делал доставку исключительно на такси. Кстати, эксперимент кажется под угрозой такой, все дело в том, то что становится иногда страшно в день ты, ну вот я когда считаю, там 4, бывает 6 такси приходится, ну якобы заказывать, хотя езжу, конечно, в Солярис, но ты думаешь, блин, это 6 такси, это столько денег. Ну да, одно тебя успокаивает, то что в годовом пересчете, естественно, скорее всего использование такси будет дешевле, но существенна ли разница, вот посыл этого видео, существенна ли разница в поездках на такси, или все-таки проще Солярис, там незначительная будет переплата, вот скоро уже узнаем. Так, ну что, как говорится, месяц спустя пробег я вам показал, то есть накатал уже, и цифры на самом деле немного не радуют, огорчают. За целый месяц, сразу переходим к цифрам, за целый месяц якобы, якобы на такси было потрачено 47 730 тенге, вот показываю. Это я уже все посидел, скалькулировал, теперь все делаем очень просто, умножаем это на 12 месяцев, за год на такси будет потрачено 572 760. Просто вот, как говорится, сухие цифры. На 70 тысяч тенге вы потратите больше, если будете пользоваться такси, то есть годовая эксплуатация Соляриса стоит 500 тысяч. Если ездить на такси, просто, ну не покупать машину, якобы машина это роскошь, а не средство передвижения, то вы видите, на такси вы потратите, вы переплачиваете 70 тысяч. При этом я вот в 500 тысяч, если вы смотрели это видео, оно будет здесь, сейчас по всплывающей подсказке, там было все включено. Я не все перечислил, потому что сложно вспомнить все, но когда я сижу и сейчас ежедневно подсчитываю, калькуляция, там бензин, всякие пахучки, омывайку, вот купил, это все было включено в 500 тысяч, то есть за год обслуживание Соляриса, его эксплуатация это 500 тысяч. Такси, вы уже поняли, обходится дороже в нашем городе. Я вот куда-то ехал, повторюсь, просчитывал, брал этот Яндекс.Такси, смотрел, сколько стоит маршрут. То есть на 47 штук, и это за целый месяц. Это, учитывайте то, что это не самый такой движниковый месяц, это простая там, ну зимний месяц, обыденный. То есть это еще даже не сезон. Так что выводы делайте сами, в принципе, Солярис это просто шикарно. Как говорится, ни хлопот, ни забот. Все остальные выводы для себя вы можете сделать сами. Да, конечно, вы не получаете дикого роскошного комфорта, там, динамики бешеной. Как если брать автомобиль, там, турбовый, либо там, двух-трехлитровый, к примеру. И это не С-класс здесь, нету элементарно вообще шумки никакой. Вот заводская тут есть на дверях, там, маленькие эти, наклеенные, и все. То есть здесь просто обыкновенный стоковый автомобиль. Как-то так. Спасибо большое, что смотрели этот эксперимент. А я, собственно, выдвигаюсь дальше по своим делам. Все, до встречи уже в следующем видео.